Если бы он был сильнее, я бы отгрыз ему ноги. Так Тольятинец Сергей Калугин рассказывает о своей схватке с преступником, которая произошла 21 октября. В тот день около 7 часов вечера таможенник услышал шум в подъезде. Когда открыл дверь, увидел страшную картину. В соседней квартире молодой человек с ножом склонился на трупом пожилой женщины. Сергей без раздумий бросился на парня. Поверьте, там не было никакого киношной красоты. И схватились два зверя. Один видел перед собой свободу и хотел уйти, а второй его просто держал. Точно знал, что в определенный момент была патова и абсолютная ситуация. Когда он не мог подняться, я ничего не мог сделать, потому что просто держал его. До последнего момента он врывался. Если бы супруга не подошла и не позвонила, то это была абсолютно патова ситуация. Как выяснилось позже, 29-летний гражданин Казахстана уже несколько месяцев проживал в Тольятти. Нигде не работал, жил на деньги родственников. Как рассказывает сам, в тот вечер зашел к соседке за хлебом. А в том, что произошло, винит Сергея Калугина. Сзади хозяина пугал, он пьяный придурок. Так. Я упал, испугался, упал на нее и в одну сумочку. Куда? Я не помню, где-то у полы шеи. А как вы звоните? Я начал утаскивать, он меня начал бить. Между тем у следователей другая версия. В данной квартире номер 58 проживала гражданка 39-го года рождения. 21-го числа уроженец республики Казахстан, проживающий в соседней квартире, в состоянии алкогольного опьянения. На фоне внезапно возникненных неприязненных отношений. Зашел в данную квартиру, у нее получился конфликт. Впрочем, своей нелюбви к соседке подозреваемый не скрывает. Как оказалось, обидчивый молодой человек не зря жил по чужому паспорту. Задержанный гражданин Казахстан находился в федеральном розыске за совершение логичного преступления на территории Республики Казахстан. Сейчас во всем разбирается следствие. А Сергею Калугину, который задержал преступника рискую жизнью, вручили благодарственные письма и подарки. Во-первых, я безмерно благодарен этому гражданину. Общественный совет при УВД Тольятти представил Сергея Калугина государственной награде. Отважный же таможенник свой поступок подвигом не считает. Если создатель дал тебе такую возможность ходить в брюках и носить усы, то до конца надо оставаться мужиком в любой ситуации. Даже если она сложилась не в твою пользу. Светлана Гордеева, Андрей Фомин. Специально для 63.ру.